Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто, в том числе и обзоры на автомобили, не только в формате тест-драйвов, но и обзоры технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей в поддержанном виде, рассматривая их на подъемнике. Герои нашего сегодняшнего обзора из рубрики «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» это довольно экзотичная для нас машина. Этот автомобиль относится к классу полноразмерных внедорожников, а по своему происхождению уходит корнями Соединенные Штаты Америки. У себя на родине эта модель присутствовала в нескольких ипостасях, в том числе и в люксовой версии, и в этом случае она называлась Lincoln Aviator. Но большая часть данных автомобилей на российской вторичке в данный момент будут все же дилерскими. Если вы поставили перед собой задачу обзавестись полноразмерным полноценным рамным внедорожником, да еще и с тремя рядами сидений, то эту модель рекомендуем со счетов не сбрасывать. О том, с чем вы потенциально можете столкнуться и про что вы должны быть в курсе, прежде чем решиться на покупку, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Ford Explorer, четвертое поколение. Четвертое поколение внедорожника Explorer компания Ford представила в 2005 году. Эта модель простояла на конвейере до 2011 года, и никаких рестайлингов у четвертой генерации не было. Что касается выбора силовых агрегатов, покупатели могли приобрести этот внедорожник с одним из двух вариантов бензиновых двигателей. Младшей в линейке была V-образная шестерка на 4 литра и 213 лошадиных сил. Более мощный вариант имел под капотом V8 на 4,6 литра и 296 лошадей. Коробки передач были только автоматическими, правда коробки стояли разные. Для 4-литрового двигателя коробка имела 5 ступеней, ну а версии с V8 комплектовались 6-ступкой. Что касается типа привода, то если вы покупали подобную машину в салоне официального дилера Ford в России, выбора у вас не было, только 4 WD. Но на свой домашний рынок Соединенных Штатов Америки эти внедорожники поставлялись и в версии с приводом только на заднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр имеет под капотом 4-литровый бензиновый двигатель. Это 2008 год выпуска и спецификация для российского рынка. Explorer 4-й генерации это полноразмерный внедорожник, но полноразмерным его можно считать у нас в России. В родных для себя США у этой машины были и более крупные собратья. По концерну взять тот же самый Ford Expedition или Excursion, для примера. Габаритные размеры кузова этого автомобиля. Длина 4,81 м, ширина 1,87 м, а высота 1,83 м. Колесная база этого внедорожника 2,88 м, что предопределяет достаточный запас пространства для ног задних седоков. Минимальное значение дорожного просвета до низшей точки 208 мм, а радиус разворота 5,6 м. То есть автомобиль достаточно маневренный. Причем 4-й Explorer по меркам рамных джипов далеко не самый тяжелый автомобиль. Снаряженная масса этого авто 2,3 тонны, а максимально разрешенная 2,8 тонны. Что касается кузова с точки зрения толщины лакрасочного покрытия и стойкости к коррозии, то здесь можно сказать следующее. С завода большинство европейских Explorer были окрашены стандартно от 90 до 140 микрон. Однако шансы найти на вторичке подобный автомобиль совсем без косметических хотя бы окрасов довольно призрачны. Так что, как водится, основное внимание уделяем целостности проемов кузова и отсутствию следов серьезной деформации или следов серьезного кузовного ремонта. По части ржавчины Explorer 4-й генерации также далеко не самый гниющий автомобиль. Конечно, с учетом внедорожной специфики этого автомобиля, а также с учетом регионной эксплуатации, нужно осматривать понравившийся экземпляр, в том числе и на подъемнике, на предмет отсутствия следов сильной коррозии, внутри колесных арок, на порогах и на днище кузова. Не забудьте также и про низы дверей. Кстати, капот этого автомобиля сделан из алюминия. А с учетом того, что машина рамная, первое, что нужно сделать, осматривая поддержанный экземпляр Explorer, это убедиться в сохранности самого номера на раме. Поскольку в случае, если коррозия поразила номер на раме до степени нечитаемости хотя бы одного из символов, вы имеете неиллюзорный шанс уехать на экспертизу при попытке поставить такую машину на учет. И хорошо, если дело кончится нанесением на автомобиль полицейской маркировки. Что касается каких-то специфических кузовных болячек у этой модели, их по большому счету нет. Разве что периодически отказывается работать задний стеклоочиститель, но дело здесь, как правило, решается его профилактической разборкой и смазкой. А также, бывает, подплавляются стекла задних фонарей. Причем эти вещи характерны только для европейских исполнений. Чистые американцы почему-то этой проблемой не страдают. Что касается салона и бортового электрооборудования, с этим у Explorer 4 генерации на самом деле все в порядке. Это довольно-таки простой автомобиль. Здесь нет какого-то повального количества опций. По большому счету, осматривая поддержанный Explorer, конечно, нужно проверить, чтобы все кнопочки, которые имеются в данной конкретной комплектации автомобиля, которые вы для себя присмотрели, исправно работали. Как и на многих других моделях, на Explorer крайне желательно убедиться в исправности климатической установки. Наиболее частой проблемой, связанной с ней, будет отказ привода заслонок воздухосмесителя. Еще один момент, связанный с климатической установкой. На четвертых Explorer довольно-таки часто попадается растрескивание корпуса тройника-отопителя. Однако данная проблема не особо дорогая и не особо сложная в устранении. Большинство владельцев просто меняют штатный пластиковый тройник на металлический, купленный в ближайшем магазине сантехники. С завода эти автомобили выходили с двумя контурами системы кондиционирования. Так вот, зачастую трубки, идущие к заднему испарителю, в данном случае сгнивают. Так же, как это происходит на четвертых Pajero. Так что при осмотре поддержанного Explorer, будьте морально готовы к тому, что второй контур кондиционера будет у вас заглушен. Большинство владельцев поступают с ним именно так, хотя кто-то и заморачивается с заменой трубок на шланги, получая в итоге более долговечный конструктив. Ну а теперь поговорим про подкапотное пространство четвертого Explorer. На большинстве подобных автомобилей под капотом будет установлена V-образная шестерка серии Köln. Этот двигатель выдает 213 лошадиных сил и 344 ньютонометра крутящего момента при 3700 оборотов в минуту. С этой силовой установкой немаленький внедорожник разгоняется до первой сотни где-то за 11 секунд, а максимальная скорость составляет 170 км в час. Что касается конструктива, блок цилиндров здесь чугунный, головки блока алюминиевые, по одному распредвалу на каждую голову. При этом на каждый цилиндр здесь приходится всего по два клапана. Двигатель этот низкооборотистый, верхов у него практически нет. Он рассчитан на установку под капот тяжелых автомобилей, наподобие внедорожников либо пикапов. Соответственно спортивной прыти от него ждать не приходится. В клапанном механизме здесь используются гидрокомпенсаторы, поэтому с регулировкой зазоров клапанов на данных агрегатах вы никогда не столкнетесь. Впрыск топлива самый обычный распределенный и все было бы совсем хорошо, если бы не привод газораспределительного механизма. На данных двигателях привод ГРМ цепной, причем цепей здесь много и расположены они не совсем традиционно и привычно. Так, одна из цепей в передней части двигателя приводит только один распредвал, второй приводится своей отдельной цепью и расположена она с тыла. Все это дело связано промежуточным валом, проходящим через блок. Отдельной цепью здесь также приводится балансир, призванный гасить лишние вибрации. И подобное расположение цепей на двигателе говорит о том, что замену цепей ГРМ на этих агрегатах вы не сможете произвести без извлечения двигателя из подкапотного пространства, что соответственно значительно увеличивает стоимость этой процедуры. Сами цепи, кстати говоря, на этом моторе весьма ресурсные. Они роликовые, достаточно прочные и выхаживают совершенно спокойно свыше 250 тысяч километров пробега. Проблема с механизмом ГРМ на данных моторах относится не к самим цепям, а к башмакам натяжителей. Эти детали выполнены из пластика и на пробегах свыше 100 тысяч километров довольно-таки нередки случаи, когда башмак ломается. Соответственно, рекомендация, которую можно дать владельцам подобных автомобилей, это раз в 100 тысяч километров пробега обновлять башмаки натяжителей. Довольно досадный конструкторский промах, которого можно было бы и избежать. Кроме этого момента, по большому счету, каких-либо страшных вещей, связанных с данной силовой установкой, больше нет. Все здесь достаточно основательное и ходит очень долго. Ну а что касается цилиндропоршневой группы, то здесь вообще все в полном порядке. Даже на совершенно огромных пробегах эти двигатели еще сохраняют следы хона на стенках цилиндров. Ну а про задиры на данных силовых установках, скорее всего, никто и никогда не слышал. И вряд ли услышит, учитывая конструктив самих поршней. Так что, по большому счету, покупая подобный автомобиль, если вы обслужили механизм ГРМ, то в остальном, внимание вы будете уделять, разве что, например, с элементом системы охлаждения. Таким, как термостат, который, как правило, способен отработать под 150 тысяч километров пробега. А дальше замена. Правда, расположен он здесь достаточно в хорошем доступе. И замена его не слишком трудоемка. V-образная восьмерка, объемом 4,6 литра, относящаяся к семейству Тритон, это тоже достаточно надежный агрегат, который делает Explorer немного быстрее. Подобные автомобили разгоняются до первой сотни пошустрее своих 4-литровых собратьев, где-то секунды на 2. А максимальная скорость все та же, 170 км в час. V-образная восьмерка в плане надежности также неплоха, но уже имеет мощность 296 лошадиных сил. Так что ставка транспортного налога для таких автомобилей будет уже совершенно иная. Что касается надежности каких-то супер критичных вещей, V-образная восьмерка по большому счету лишена. Однако, многие владельцы подобных автомобилей сталкивались с необходимостью заниматься ремонтом выпускного коллектора. Либо прогорает прокладка коллектора, либо приходится изменять обломанные шпильки крепления этого самого коллектора к блоку. Ну и если вы смотрите Explorer, чей пробег уже перевалил далеко за 300 тысяч километров, на всякий случай убедитесь в отсутствии шумов из головок блока цилиндров. Поскольку на очень больших пробегах, на V-образных восьмерках попадается износ распредвалов, который обусловит их скорую замену. Кстати, на V-образной восьмерке клапанов уже 24, то бишь по 4 на цилиндр. Соответственно, этот мотор будет гораздо поживее на верхах, нежели 4-литровый собрат. Так что при покупке основной момент, который нужно уточнить у предыдущего собственника, делал ли он что-либо с цепями и как давно. Крайне желательно, чтобы подобные манипуляции подтверждались наличием заказа снарядов. Ну а если вы купили обслуженный ухоженный экземпляр, в принципе, вы вправе рассчитывать на очень и очень большой срок службы любого из силовых агрегатов под капотом Explorer. Что касается коробок, на 4-й Explorer устанавливались только классические гидромеханические автоматы. Коробка, стоящая на нашем автомобиле, это 5R55. Для V-образной шестерки и V-образной восьмерки коробки передач будут разные. Шестицилиндровые агрегаты агрегатировались с трансмиссией пятиступенчатой 5R55. И эта коробка хорошо живет только в руках тех владельцев, кто помимо того, что не пренебрегает обслуживанием, то есть меняет в ней масло хотя бы раз в 70 тысяч километров пробега, но и достаточно сдержанно относится к манипуляциям с педалью газа на своем автомобиле. Усредненный срок службы данной трансмиссии порядка 250 тысяч километров. Ну а далее все будет зависеть от эксплуатации. Ремонт этих коробок, как правило, не ограничивается одним лишь только вмешательством в гидроблок. Под замену идет и механическая составляющая коробки, тормозные ленты, фрикционы и так далее. Так что при осмотре 4-х литрового Эксплорера особое внимание уделите тому, как работает коробка. Исправная трансмиссия на данном автомобиле не имеет права дергать, пинать и всячески обозначать свое присутствие практически в любом режиме движения. Если что-то подобное уже наблюдается, лучше предварительно перед покупкой показать этот автомобиль профильному сервису. На машинах с максимальным двигателем 4.6 устанавливалась другая трансмиссия. Маркировка ее 6R60 или 6R80 на более поздних машинах. Данная трансмиссия сделана на базе коробки ZF 6HP26, но имеет отличный от прототипа гидроблок. 6-ступка, как ни странно, получилась более выносливой, чем 5-ступенчатый аналог, и данные трансмиссии уже довольно спокойно переваливают рубеж в 250 тысяч. В любом случае про необходимость обслуживать коробку забывать не нужно, как и про то, что с любым из моторов Эксплорер это все-таки не гоночный болид. Поэтому чем сдержаннее вы будете в плане стартов со светофоров, тем дольше проживет ваш автомат. Что касается полного привода, то на данных автомобилях трансмиссия может работать в одном из трех режимов. Первый и основной режим движения это 4х4 авто, когда передняя ось подключается в работу по требованию. Кстати, в этом случае не должно быть каких-то ударов и тычков или дерганий при подключении в работу передней оси. Исправная раздаточная коробка подключает переднюю ось в работу практически бессимптомно, никак себя не выдавая. Второй режим 4х4 High это постоянно подключенная в работу передняя ось. Ну и третья кнопка 4х4 Low это понижающая передача, которая включается через нейтраль. Что касается надежности данной системы, то основным фактором риска здесь будет цепь раздаточной коробки, которая на автомобилях с очень большим пробегом запросто может быть уже подвытянута. Так что при осмотре подобной машины режимы работы полного привода проверять обязательно, в том числе и на предмет отсутствия лишних нехороших дерганий, ударов и звуков. Ну а теперь давайте взглянем, что представляет собой четвертый Explorer снизу. По своему конструктиву подвеска у этого автомобиля независимая, причем как передняя, так и задняя. Никаких мостов здесь нет. Тормоза на этих автомобилях вкруг дисковая, а рулевая рейка гидравлическая, причем какой-то повышенной хлипкостью этот узел здесь не отличается. Рейка ходит долго и хорошо, но с поправкой на наличие в системе насоса гидроусилителя и, собственно, шлангов, обязательно проконтролируйте их на предмет отсутствия течи и рабочей жидкости. Также на предмет отсутствия подтеков надо проконтролировать и сальники приводов, причем это касается как передних, так и задних. Если пробег у автомобиля достаточно большой, свыше 200 тысяч километров, то сальники приводов вполне уже могут проситься на замену. Компоненты стабилизаторов поперечной устойчивости, как переднего, так и заднего, на этих автомобилях, так же, как ни странно, не относятся к каким-то хлипким моментам. Верхние шаровые опоры редко кто-то менял ранее 120 тысяч километров, а нижние шаровые и того больше. Саленблоки передних рычагов же работают далеко за 200 тысяч километров пробега, то есть по части ходовой Explorer 4 это очень хороший крепкий автомобиль. Пометуя о том, что этот автомобиль имеет полноценную раздатку, соответственно, здесь у нас два кардана, рекомендуем обратить внимание на исправность крестовин карданных валов. Особенно это касается переднего кардана. Оригинальные ступичные подшипники на этих автомобилях, кстати, тоже ресурсов не обделены. До пробегов в 150-200 тысяч, как правило, никакого вмешательства они не требовали. Кстати, передний ступичный подшипник здесь меняется только в сборе с самой ступицей, а вот задний можно поменять отдельно от нее. Задняя подвеска, как мы уже сказали, на 4-м Explorer независимая, никакого моста здесь нет, редуктор, привода, саленблоков много, но саленблоки эти достаточно массивные и довольно-таки крепкие. На пробеге ранее 250 тысяч километров вам вряд ли вообще, в принципе, придется обращаться к их замене. Здесь непривычно большого диаметра карданный вал и также весьма внушительные крестовины заднего кардана. Ну а теперь общие выводы по Ford Explorer 4, как по модели. На самом деле, в активе этого автомобиля есть целый перечень качеств, за которые его можно рассматривать, как вариант для покупки, если вам нужен полноценный рамный внедорожник. Первый момент – это довольно-таки хорошо сопротивляющийся коррозии кузов. Семиместная компоновка, довольно просторный салон, хорошая плавность хода и крепкая ходовая часть. Что касается двигателей и коробок передач, у адекватного водителя эти агрегаты при должном уходе будут исправно работать в течение очень многих сотен тысяч километров пробега. Слабых мест у агрегатов этой машины немного, конструктивно они очень простые и болячки известные. Самый ключевой момент, который может сыграть решающую роль при выборе в пользу этого автомобиля – это его стоимость на вторичном рынке относительно японских одноклассников. На этом наш обзор подошел к концу. Если у вас был или есть до сих пор Ford Explorer 4, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, обязательно напишите все это в комментариях, ведь людям, которые рассматривают для покупки подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо вам за просмотр, хорошего вам дня и до новых встреч на канале. Пока!